Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Очень нужна какая-то помощь и поддержка, потому что не к кому обратиться. Живем с молодым человеком на протяжении трех лет, и одним словом идет на протяжении года бытовуха. Все не то, все не так, друг друга не слышим, да и такое чувство, что не хотим слышать. Думала дело во мне, читала разные форумы, сайты, как улучшить нашу жизнь. Придумала совместные мероприятия по советам красных интернета, но ему просто не интересно все это. Говорит устал на работе и хочет отдохнуть. Интимные отношения непонятно какие, бывает все хорошо из обоих утра и бывает, что их вообще нет. Опять же парень все смайкивает на усталость. Я все это прекрасно понимаю, стараюсь в этих положениях, так как девочка должна быть чуток мудрее. Далее мы оба работаем и оба встаем, и в итоге все вопросы по дому ложатся на меня, готовка и уборка. Предлагаю, давай вместе все делать, распределим наши обязанности, но опять же не помогает, он не хочет помогать. Ведет себя просто отвратительно, неуважительно, на пустом месте может накричать и пошла. В общем я держусь, но я так не могу больше. Тысячу раз в голове думал о расставании, может быть так будет лучше, но уйти не могу. Люблю, чувствую, что он родной для меня человек и хочется быть вместе. Никакой отдачи нет, я говорю, что люблю, а в ответ желаю услышать то же самое. Вот это просто я скажу, как что люблю, когда посчитаю нужным. И говорить, что любят только когда выпьют. Руки опускаются, мы еще молодые, а тут уже такие странные проблемы. Запуталась. Аноним. Ну, первое на что хочется обратить ваше внимание, это то, что вы, говоря «люблю», как-то вот желаете услышать в ответ «люблю». И я хотел бы, чтобы вы увидели этот момент. Момент того, что когда вроде бы вы говорите, что любите человека, по факту, речь идет не совсем о любви. Когда вы говорите «я люблю тебя», речь идет про то, что вы хотите услышать в ответ, что он вас любит. То есть иными словами, вы говорите «люблю», чтобы получить подтверждение того, что вас любят. А вы сомневаетесь в том, что вас любят. Вы как бы нуждаетесь в том, чтобы вам говорили, что вас любят. И как-то реагируете на то, что он вам не говорит, что он вас любит. То есть я хочу обратить ваше внимание именно на диссоциацию. Диссоциация заключается в данном случае именно в том, что вы их вроде бы говорите «люблю», но в то же время, вот, ну, как бы… Вы ждете, что вам скажет «люблю» в ответ. Обычно человек, когда говорит, что любит, не слишком-то думает о том, любит ли его, потому что он любит сам. Дальше вы говорите, что молодой человек ведет себя неприемлемым образом для вас. И я вас понимаю, но в то же время вы говорите о том, что уйти от него вы не можете, потому что любите его, чувствуете, что он родной, хочется вам быть вместе. Вместе. А что это за чувство такое? Вот давайте о нем немножечко, может быть, поподробнее поговорим. Вот это вот чувство, что вы хотите быть вместе с ним. Из-за… что это за чувство? Вот при всем том, что вы описали, да? Понимаете, вкупе с тем, что вы говорите про то, что вам некому обратиться и так далее, это невольно настораживает. А не пытаетесь ли вы решить таким образом какую-то свою проблему? Не пытаетесь ли вы таким образом что-то получить для себя? Это очень важный момент, потому что одно в данном случае нужно отличать от другого, то есть нужно отличать один аспект от другого. Не путать эти аспекты. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Поэтому здесь важно это различить. Дальше. Вы пытаетесь, ну, как-то, условно говоря, структурировать ваши отношения. Вы пытаетесь ввести определенные границы. Вы пытаетесь распределить обязанности. Он это не хочет делать. И как будто бы в данном случае вы ждете от него, что он поддержит вашу идею. Ну, вы ждете, что он как бы откликнется на ваше предложение. Не совсем ясна в данном случае ваша позиция. То есть, если молодой человек не хочет, например, готовить, допустим, наравне с вами, если молодой человек не хочет брать обязанности по дому наравне с вами, то как? Как вы на это реагируете? Просто продолжаете делать то, что должны делать в таком случае. А для чего ему тогда в своем поведении, скажем так, что-либо менять? Понимаете, да? То есть, это очень важный момент, на который нужно обратить вам свое внимание. Ведь не просто речь идет о том, чтобы что-то говорить человеку. Речь идет о том, чтобы вы еще и, скажем так, продвигали свою позицию. Чтобы вы ее, свою позицию, я имею в виду, защищали. Чтобы вы ее выражали. Чтобы вы ее, не побоюсь этого слова, отстаивали. А если вы не делаете ничего из этого, то зачем тогда мужчине к вам прислушиваться, если его все устраивает. И так. Поэтому, на это очень важно обратить внимание. Следующий наш повод, также хочется обратить ваше внимание. Ваше внимание хочется обратить на то, что, да, вы говорите про попытку наладить, значит, совместное времяпровождение через придумывание каких-то ивентов, да, и так далее. И, возможно, это не является плохой идеей, но здесь есть один важный нюанс. Он заключается в том, что, в первую очередь, живете вы. В первую очередь, жизнь ваша. В первую очередь, вы продвигаете свои интересы, а не интересы ваши общие. То есть, вот, на мой взгляд, вам, ну, вот здесь важно не совершать вот эту ошибку, которую, как мне кажется, вы совершаете. Когда, что называется, замещаете свои интересы, свои интересы, интересны вас обоих. Это неплохо, то, что вы делаете. То есть, неплохо, что вы пытаетесь, ну, как-то вот придумать им заняться. Но, возможно, проблема заключается как раз-таки в том, что у вас изначально нет своих интересов. А не в том, что молодому человеку ничего особо не интересно. Понимаете, да? То есть, вот необходимо, как мне кажется, вот на это обратить внимание. Вам. Да. То есть, обратить внимание именно на эти аспекты. Ну, вот. В первую очередь. И уже дальше. Потом. Смотреть. Где вы могли бы пересекаться? Ну, или, или как бы вы могли пересекаться? В чем бы вы могли пересекаться? Но интересы изначально все же ваши. Да? Поэтому здесь вы демонстрируете вот такую, я бы сказал, ну, довольно серьезную, на мой взгляд, я повторюсь, на мой взгляд, зависимость от человека. Понимаете, да? Именно вот зависимость. То есть, что такое зависимость в данном случае? Мы делаем, ну, или, точнее, может быть, даже не мы, а я делаю то, что хочешь ты. То есть, я пытаюсь тебе угодить. Как бы вот, ну, транслируете вы такую вот мысль. Понимаете, да? И в этом есть, на мой взгляд, серьезная достаточно проблема. То есть, вам не хватает, на мой взгляд, некой такой, эээ, самостоятельности, что ли. В том, что вы, вот, делаете в том, как вы себя, там, позиционируете и так далее. Вот. И вполне возможно, что если этот аспект вам подкорректировать, то молодой человек, ну, поймите правильно, не то, чтобы он вам полностью может стать ненужным. Хотя и такое возможно тоже. Вполне вероятно просто, что вы увидите для себя какие-то новые возможности, вы увидите для себя какие-то новые решения. Сейчас я бы сказал, что таких перспектив я не чувствую. Вот. Это, конечно, очень печально, потому что, получается, что молодой человек своей жизнью живет, а вы своей жизнью не живете. Вот. Ну, это вот, на мой взгляд, несправедливо. Так. Так. Ну, мне так кажется, по крайней мере, да. Вот. Поэтому, вот такие моменты я хотел бы для вас прояснить. Можно сказать что-то из банального, например, что если у вас возможно проблема, ну, проблема, да, или проблема, или проблема с наценкой. Может быть, у вас есть страх одиночества. Вот. Может быть, вы боитесь быть брошены. Но, то, что вы описываете, является сложностью, связанной с созависимостью. То есть, вы демонстрируете своим поведением сейчас. Именно, вот, то, что называется, ну, созависимостью, грубо говоря. И, соответственно, как мне кажется, на это вам и нужно в первую очередь обратить свое внимание. То есть, ну, для начала исключить созависимость, если она есть, да, потому что ничего хорошего из этого он не будет для вас. А дальше уже смотреть, в каком направлении вы хотели бы работать, в каком направлении вы хотели бы двигаться, куда, как вы хотели бы двигаться. Вот. Ну, я имею в виду, куда и как вы хотели бы двигаться в, ну, как бы, в своей жизни дальше. Вот. Потому что... Этот вопрос вам нужно решить. За вас его не решит никто. И... К сожалению, может быть и к счастью. Вот. Я думаю, как-то. Так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она, безусловно, пригодится. Взрыв. SafariP sillreteu. Продолжение следует... Продолжение следует...